Библейский портал экзегет.ру представляет Включительно рассмотрели 34 главы книги Исход И подходим к завершению этой удивительной книги по своему содержанию Многообразной, символичной, непростой Как утверждают многие экзегеты для истолкования Но тем не менее очень важной для нашего духовного назидания Итак, глава 35, мы с вами читаем с 1 стиха Сказано, и собрал Моисею все общество сынов Израилевых И сказал им, вот что заповедовал Господь Шесть дней делай дела, а день седьмой должен быть у вас святым Суббота покой Господу Всякий, кто будет делать в нее дело, пренан будет смерти То есть здесь напоминается снова завет, который Бог заключил с народом израильским Где четвертой заповедью звучит как памятник творения То есть напоминание о том, что Бог является творцом этого мира Ибо, как сказано, в шесть дней Господь сотворил мир этот А день седьмой покой Господу Богу И этот завет напоминается снова народу израильскому Очень немаловажное, хотя мы уже и рассматривали это неоднократно Но хочу сказать, что немаловажное замечание Почему многие спрашивают, читая Священное Писание Что мы не соблюдаем день субботний Но на самом деле это не так День субботний в православе чтится Особенно в поминовении, особенно в Дне Великого Поста Когда есть и родительские субботы Мы упоминаем души усопших людей Отшедших в преддверии рая, либо в преддверии ада И по этому поводу надо сказать, что Субботу мы почитаем, а воскресенье празднуем Ну и уже апостол Павел, например, в посланиях Колосина 2 глава 16 стих пишет Никто да не суждает вас ни за пищу или питье Или за какой праздник, или новомесяч, или субботу То есть православные христиане принимают через закон субботство Как я уже говорил и снова повторю В послании апостола Павла к евреям 4 глава 9 стих Сказано, посему для народа Божия еще остается субботство Что значит субботство во Христе? Об этом говорит сам Иисус Христос Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные И я успокою вас, возьмите игмае на себя И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем И вот как заканчивается этот призыв Бога к человеку И найдете, сказано, покой душам вашим Покой мы теперь обретаем во Христе Итак, кто во Христе, как сказано у апостола Павла в послании к Коринфянам 1 Коринфянам 5 глава 17 стих Кто во Христе, тот новое творение То есть новая тварь Древнее прошло, теперь все новое Далее, апостол Павел в послании к римлянам 14 глава 6 стих говорит Кто различает дни, для Господа различает И кто не различает дни, для Господа не различает Апостолы, например, в Деяниях апостолов Это первая книга истории церкви Мы встречаем, что апостолы собирались в день воскресный Для преломления хлеба Об этом говорится в 20 главе книги Деяния апостолов 7 стих сказано В первый день недели они собирались и преломляли хлеб То есть в первый день недели апостолы, это воскресенье Они собирались для того, чтобы совершать святую Евхаристию Далее мы можем встретить, например, и у отцов в церкви И в ранних источниках утверждение воскресного дня Потому как Христос воскрес И действительно до воскресения Христа Безумно было соблюдать день воскресный И поэтому люди соблюдали субботу Как памятник о том, что Бог является их творцом Ну, например, из исторических книг мы находим Скажем, из истории письмо Плиния Секунда Правителя Вифинии в Малой Азии Который он писал о христианах императору Трояну В 107 году по Рождеству Христова Сказано, что они собирались рано в первый день Пели и молились и кушали так, как и Павел делал То есть из этого письма есть такое указание Что рано в первый день недели Первый день недели – это воскресение Также Иустин Мученик Святой Пишет в 140-й год по Рождеству Христова Писал к римлянам и императору Антонию В защиту христиан Говорит, что в день воскресный Цитата «Они собираются, читают писания апостолов и пророков По заповеди Христа И преломляют хлеб» 200-й год Учитель церкви Тертулиан пишет Он был защитником христиан И много писал в защиту христиан и воскресного дня Вот цитата из его творения «Мы, пишет он, празднуем день после дня Сатурна То есть Сатурина, субботы Потому что в тот день наш Господь воскрес» Конец цитаты То есть мы видим и священное писание И отцы церкви, и даже люди, которые были посторонние к церкви В своей переписке указывают, что христиане праздновали Именно первый день недели воскресения Христова Почему я на этом столько уделяю времени И так тщательно стараюсь показать важность этого дня Дело в том, что есть люди, которые сегодня отпали от церкви Например, адвентисты седьмого дня И утверждают, что необходимо соблюдать ветхозаветную субботу Итак, из самого священного писания Из источников исторических и из источников отцов церкви Мы видим, что действительно до воскресения Христа Соблюдался субботний день После воскресения Христа Теперь мы празднуем воскресение Потому что это прорыв, так можно выразиться, в вечность Далее мы читаем с вами 35 главу И видим, что Моисей призывает всех жертвовать И люди жертвуют охотно и работают И Веселиил, как мы видели, он был специально отделен для работы По устроению скинии Был, как о нем сказано, человек умудренный сердцем Избранный Богом Поставлен на это служение Для того, чтобы устраивать святилище То, которое Господь показал Моисею Как прообраз на небе То, что он воплощал в дальнейшем на земле Итак, мы в 21 стихе видим, что они жертвовали охотно И приходили все, как сказано Которых влекло к тому сердцу И которых располагал дух И приносили приношения Господу Для устроения скинии собрания И для всех потребностей ее И для священных одежд И приходили мужья с женами И все по расположению сердца Приносили кольца, серьги, перстни, привески И всякие золотые вещи Каждый, кто только хотел Приносить золото Господу На самом деле Вся скиния была устроена Как мы дальше видим И золото, и серебра Это очень важное указание Что самое лучшее Всегда отдавалось Господу В Новозаветное время Господь нас тоже призывает К жертвенному служению Богу Как словом, так и делом И известно, что, например, апостол Павел В послании к Коринфянам Говорит о том, что и священники Питаются от приношения, от алтаря И всякие благовествующие Слово Божие Тоже питаются от того Что приносит народ Для служения Богу И, как мы увидим в дальнейшем И служителям Те, кто служит Богу и людям Вот апостол Павел В послании к Коринфянам Всегда призываю вас открывать Слово Божие И лучше всего Когда просматриваем такое Можно сказать даже учебный материал Всегда, конечно, под рукой Иметь книгу Священного Писания И снова повторю Что вообще все хорошо проверять Так ли это на самом деле Мало ли кто что скажет Итак, 1 Коринфянам Да, 9 глава 13-14 стих сказано Разве не знаете Что священно действующие Питаются от святилища Что служащие жертвеннику Берут долю от жертвенника Так и Господь повелел Проповедующим Евангелие Жить от благовествования То есть мы видим здесь В дальнейшем будет четкое указание О том, что и приносимое Людьми, как для устроения скиний Так и в дальнейшем для священства В Ветхом Завете По крайней мере это было Священство Аронова Питаются алтаря И все благовествующие Слово Божие Итак, мы видим Что в дальнейшем О говорится о Веселеили Хотелось бы сказать Несколько слов о нем Это 35 глава 30 стих Например, святитель Григорий Низкий Пишет цитата Веселеили А Веселеили мы может быть Не ошибаемся Когда говорим Что по приказу Моисея Он стал творцом скинии И того, что в ней упоминается Что не пришел бы он для этого дела Если бы ранее божественной силой Не стяжал знания По приказу Моисея И не исполнился отвагой Таким образом, видно Что слово приказа Сделало для него Возможным стяжание силы и способности Поскольку до приказа Он ни на что не дерзал И ничего не мог Конец цитаты Так пишет Григорий Низкий То есть до указания Как бы тут перевод такой Что до приказа То есть до особого указания Он ничего не делал Из этого текста И из этого события Можно сделать следующий вывод Что всему свое время В этой жизни Когда люди думают Что вот почему меня Господь Не призывает Почему я ничего не могу Сделать для церкви Или как-то послужить церкви Из этого видно Что Веселил очень долго Находился в народе Божьем Но когда пришло время Он как муж умудренный Сердцем был поставлен на то Чтобы устраивать Святилище для Бога Из того золота Которое указывает На негниение То есть на нержавение Не порчу Из тех материалов Дерево сетим Которое никогда не гниет Он устраивал все Что Все то Именно так Как ему Заповедал Господь Итак Действительно Бог Человек Как говорят Предполагает А Бог Располагает И поэтому Не надо никогда Отчаиваться Если нас с вами В данный момент Бог не использует Для какого-либо Своего служения Если мы только Будем верны Господу Будем всегда Держаться Его церкви Которая устроена Здесь на земле В свое время Возможно Как и веселье Ила Господь Каждого из нас Поставит на особое Служение себе На особое служение Богу И людям